Музыка Конец первой рабочей недели в Химках обещает быть аномально холодным. По данным гидрометцентра, температура воздуха опустится ниже минус 20. Это примерно на 10 градусов ниже климатической нормы. Тепловые пункты и котельные начинают работать на полную мощность. Это один из тепловых пунктов ТСК МОСЭНЕРГО в Химках, который отапливает 90% всего жилого фонда города. Этот пункт подает тепло в большую часть домов новых Химок. По словам главного инженера Сергея Хлебина, в ближайшие дни, если температура опустится до минус 25, в батареях будет почти кипяток. Батареи должны примерно с 25 быть, температура максимально 95, минимально 70. 95-70 – это не в каждой квартире должно быть 95, а на входе в дом должно быть 95, потому что имеются потери по дому, и на выходе 70 с дома. Это может быть, соответственно, от 70 до 95, в зависимости от верхнего розлива, нижнего розлива. И все же, уточняет специалист, обращать внимание следует на температуру в самой квартире, поскольку дома все разные, плотность стен и степень утепления у них различные. И для одних домов нужно тепла меньше, чем для других. Основное комфортное проживание в квартире – это температура воздуха в квартире от 18 до 22, и влажность, соответственно, не больше 95%. Если воздух будет влажный 100%, даже в 18 до 22 будет вам казаться холодно, и в 25 будет казаться нормальным. Но это не та температура, которая должна быть в квартире. Роспотребнадзор напоминает, что в жилых комнатах допустимая температура в холодное время года должна составлять 18-24 градуса. Если она не соответствует нужному значению, необходимо сообщить об этом на портал Добродел или на горячую линию администрации города. Мы, как администрация, видим изменение температурного режима на улице, то направляем фоксограмму в ресурсно-набжающие организации, чтобы они привели норматив подачи тепла в соответствие с графиком. Далее, уже если поступают в адрес администрации жалобы от жителей, мы принимаем незамедлительные меры в рамках нашего взаимодействия с ресурсно-набжающими организациями. Либо это какая-то причина техническая, которую надо устранить, либо это аварийная ситуация, либо это где-то человеческий фактор недоработка ресурсно-набжающей организации. Как сделать дома и квартиры теплее, используя подручные материалы? Пожалуй, одна из самых актуальных тем зимой. Социальные паблики и видеохостинги содержат десятки советов. От банальных заклеить окна скотчем и обложить стены теплоизоляции до экстраординарных. На этих кадрах умелец собрал цепочку из компьютерных кулеров и существенно утеплил свой дом. Минусов особых я не обнаружил. Так что этой системой я доволен. Она очень легко, видите, собирается. Буквально вот за час все собрал. Вот это все вы можете питать от обычной зарядки, от телефонной зарядки обычной. В принципе, она дает 5-6 вольт и этого вполне хватает. Они просто, вентиляторы будут крутиться чуть помедленнее, но эффект будут давать шикарным. А этот видеоблогер предлагает согреваться с минимум затрат. Достаточно всего несколько кирпичей и плиты. Греемся при помощи газовой плиты. В духовку отправляем красные кирпичи. У них высокая теплоемкость. Не забывайте про приток свежего воздуха, иначе угорите. А этот умелец использует свечи и керамические горшки, чтобы не дать себе замерзнуть. Проверяем температуру. 145 градусов. Температура в помещении поднимется за считанные часы. И все же в большом городе, где исправно работают коммунальные службы и ресурсоснабжающие организации, стоит отказаться от сложных, а иногда и опасных схем обогрева. Тепло в дома дадут, если вы исправно за него платите. Александр Сергеев, Алексей Сыченко специально для Химки ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова